Водоросли, на концах которых располагались пузыри, на поверхности воды наполненные воздухом, они пересдерживали водоросли на поверхности воды и напомнили капумбу гвозди винограда, который назывался сальгатсо. Сальгатсо, на его языке. В дальнейшем это слово превратилось в сальгатсо. Водоросли покрывали поверхность воды с плачным ковром, благодаря чему эта часть октяна была названа Сальгатсо. Агасовым морем представляешь целое море этих водорослей.